В Старомосколе прошли внутрипартийные выборы регионального отделения партии «Единая Россия». В ходе праймерис решалось, кто будет представлять партию на выборах в Муниципальный совет депутатов 3-го созыва. Они пройдут единый день голосования 10 сентября. За право получить поддержку «Единой России» боролись 37 кандидатов. Кому идти на выборы от имени партии в Муниципальный совет депутатов решали староскольские единороссы. В предварительных списках 37 кандидатов. Среди них представители ОМК, Столинского ГО, КАТ, ОЗММ, Славянки, малого и среднего бизнеса, врачи, учителя и аграрии. Свою программу представил исполнительный директор АПК «Промагра» Александр Гринёв. Большой опыт приобрел в работе в коллективах строителей «Магра-межинстроя» Столинского оборудования в строительстве и строительстве. И вражусь тем, что он делает свой вклад в строительство промышленных гражданских социальных объектов «Промагра-межинстроя». Сегодня я работаю в сельскохозяйственном оборудовании. Компания «Промагра» производит мясную продукцию для населения, выполняет государственные программы и продовольственные безопасности. Предприятие «Промагра» стабильно развивается, ежегодно вводится в строй производственной мощности, организуются новые и создаются новые рабочие места. Почему я принял решение участвовать в выборах? Люблю Оскурский край, хорошо знаком с его проблемами и чувствую свою ответственность перед теми, с кем работал и перед теми, с кем проживу сейчас. Убежден, что в новом составе Совета депутатов должны доминировать профессионалы своего дела, знающие, сильные, способные принять ответственные решения. Моё твёрдое убеждение, если хочешь изменить к лучшему, нельзя оставаться в стороне. У нас главный капитал наше знание – опыт усердия. И если каждый направит их в созидательное русло, нужно объявить своих результатов. Многие из участников праймерис являются действующими депутатами Совета второго созыва. Депутатская работа – это не только законодательство, это законотворчество, это и живое общение с людьми, с людьми избирателями, те, которые нам доверяют и для которых мы работаем, депутаты. Проблем в округе очень много, очень много. И решить их в одночасти невозможно, но их надо решать. Нам всем вместе. Среди кандидатов также много новых молодых лиц. С 11 лет я привык выступать. Выступать на ринг, без не словами о резьбе, добиваться своих целей. Будучи профессиональным спортсменом и большим подрядом своей Родины, я хочу, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и сильной. Хочу сделать спорт доступным для каждого жителя нашего города, делать больше бесплатных занятий спортом, оказываться действия и помощь, ставить при новых инаконациональных спортивных площадках, чтобы, несмотря на финансовые положения или физические ограничения, люди могли заниматься в свободное время спортом, укреплять свое здоровье, а не убивать себя в пагонах и привычках. «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая отбирает кандидатов для участия в выборных кампаниях не кулуарно, а открыто, с привлечением жителей территории. Окончательный список формируется на основе результатов тайного голосования выборщиков. В праймерис на трех площадках приняли участие 300 избирателей. Ощущаю определенную ответственность за принятие решений. Все-таки не последнюю роль играет Совет депутатов в принятии всех решений ключевых в нашем городе. В частности, партия «Единая Россия» – это ведущая партия, которая сейчас принимает все ключевые решения, решает все проблемы насущные, самые актуальные, которые у нас есть. Это реальный двигатель нашего прогресса. При выборе кандидатов я опирался в первую очередь на программу, которую предлагали кандидаты. Они примерно были схожие. Многих кандидатов, честно скажу, я не знал. То есть, как бы были и знакомые люди. По условиям проведения голосования, каждый из выборщиков мог поддержать любое количество кандидатов. Прошли процедуры предварительного тайного голосования партии «Единая Россия». Только партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование. Участвовало 37 человек. Очень много женщин в этом году. Молодежь, действующие депутаты. Люди, которые неравнодушно относятся к жизни города, к экономике, к производству. Я внутренне удовлетворен и даже горд за то, что есть такие люди. Я думаю, такие люди будут достойны и будут работать в третьем созыве Староскольского городского округа. Очень успешно и достойно. Будем на это надеяться.